Очередное заседание ректората КФУ началось с более чем позитивной новости. 15 магистрантов университета стали победителями престижной стипендиальной программы Владимира Потанина. Заслуженные дипломы молодые исследователи получили из рук ректора КФУ Ильшата Гафурова, который отметил значимость этой программы. Затем члены ректората перешли к главной повестке дня внутриуниверситетскому рейтингу. Доклад на эту тему подготовил проректор по стратегическому развитию Марат Софиулин. Он отметил, что система расчета баллов не претерпела значительных изменений. Единственное, что есть новое, вот наличие стратегии развития, поскольку в соответствии с действующими законодательствами и нашими планами необходимо было разработать в установленной форме стратегию развития и дать предложение по научным прорывам. Все пункты расчета были легко измеримы, однако конечные результаты все равно вызвали немало споров среди собравшихся. Ильшат Гафуров дал еще 20 дней на устранение недочетов. Тема весьма острая, ведь от этого зависят премиальные сотрудников университета. Далее слово взяла региональный директор компании КЮС по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. Она единственная россиянка в составе компании и лично заинтересована в том, чтобы наши вузы получали максимально объективные представления о продвижении в рейтингах. Слушателям она рассказала обо всех подводных камнях участия в рейтингах и точках роста Казанского и Федерального. Надо сказать, что за последние пять лет успех университета в исследовательской деятельности набирает все больше и больше вес. Соответственно, наша с вами задача достойно и интересно, завлекательно показать на своем сайте все возможности, которые университет представляет для развития карьеры не только в бизнесе, предпринимательстве, госструктурах, но и с точки зрения исследовательской деятельности. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс.